Ильдар Блатов покончил с собой в СИЗО. Это тот самый доброволец, который 2 августа на Нагаевском шоссе угрожал взорвать гранату, и даже к нему на переговор ездил глава региона Ради Хабиров и уговорил сдаться. Его заключили в СИЗО на 2 месяца, и вот он покончил с собой. Скажите, на главе региона это может отразиться? Все-таки он какие-то гарантии давал, что поможет ему. Я читал где-то новость, правда, я не смог ее найти, что даже какого-то юриста ему смог найти. Как-то на главе это все это разится? Безусловно, так как Хабиров сам ввязался в эту историю, ну или ввязали его, я, конечно, не верю, что он сам придумал этот пиар-ход. Я думаю, что ему там срочно на коленках это все нарисовала мадам Прочаковская. Но, конечно, он теперь неразрывно связан с этой историей, с этими как бы гранатами, с этим трагически покинувшим этот мир добровольцем-преступником. Но, в общем, конечно... Нет, безусловно, мы не можем его назвать. Мы не можем называть его преступником, суда не было, и действительно суд только может назвать человека преступником, извините. Но, безусловно, Хабиров теперь неразрывно связан с этой историей. Кстати говоря, новость о гибели этого заключенного вышла в топ новостей Яндекса и вчера очень активно там присутствовала. Хабиров теперь от этой истории не отвертится. То, что он там наобещал ему, или, по крайней мере, то, что прозвучало в некоторых СМИ о том, что он там позаботится, побеспокоится о том, чтобы суд был справедливым, чтобы расследование было непредвзятым и прочее, прочее, прочее. То есть, ну, это все оказалось пустыми словами в том смысле, что если бы, на мой взгляд, это было бы обеспечено, это было бы ощутимо понятно, ну, наверное, человек бы не пошел на такой шаг. Хотя мы очень много чего не знаем, потому что там разговоры шли о том, что он был тяжело болен, о том, что он там пытался понять регламент оказания медицинской помощи в СИЗО и до конца его не понял, этого регламента. Много странных вещей, ну, заканчивая темой, откуда у человека взялись средства, подручные для совершения самоубийства, насколько стало понятно, из мутных текстов, публикуемых господином Галлиным, это было, ну, человек вскрыл себе вены. Да, я сейчас читаю. Вот, то есть, соответственно, для этого нужны какие-то предметы и средства, то есть это тоже, ну, это вопрос, наверное, больше уже к администрации СИЗО. Так же вопрос, а как он гранату нашел, находясь в... Да, ну, человек был, судя по всему, человек был чрезвычайно находчивый в прямом и переносном смысле этого слова, то есть он мог найти шесть гранат на пустом месте, находясь под арестом, он смог найти лезвие, бритвы, но все это уже детали, которые, наверное, не относятся к вашему вопросу, да, насколько эта история привязана к Хабиру, она привязана, на мой взгляд, намертво. А не будет ли такое, что сейчас вот гарантия безопасности от Радио Хабира то же самое, как гарантия безопасности от Лукашенко Пригожина? Ну, это не будет, это уже так. Потому что, ну, пустословие Хабирова, оно иллюстрировано многообразными способами, да, то есть всякие обещания, там, топление ногами, обещание вырвать кишки, там, значит, обещание обеспечить, значит, справедливый суд и следствие и так далее, все это пустые слова. То есть Хабиров, ну, безусловно, тратится на все это и тратит свой авторитет. Это вот это недопустимо абсолютно для руководителя региона. Слушая всяких неумех по части своего собственного имиджа, Хабиров не замечает, как они этот имидж у него разрушают и отнимают, остатки, по крайней мере, этого имиджа. Скажите, в первые дни, когда все это случилось, ходили всякие конспирологические версии. Вот вы как-то к ним прислушивались, вы верили, что это конспирология, что это постанова, что как бы срежиссировано? Ну, конспирология вообще самая развитая лженаука в Российской Федерации. То есть нас хлебом не корми, дай усомниться в чем угодно, ну, в том числе и в том, что Земля вращается вокруг Солнца, потому что если посмотреть неуоруженным глазом на Солнце, нам кажется, что оно вращается вокруг Земли. Так вот, безусловно, эти версии присутствовали. Я склоняюсь к некой компиляции вариантов. Я думаю, что ситуация эта каким-то образом сложилась. Ну, вот изначально, я имею в виду, человека с гранатами на шоссе, а потом ее начали уже подгонять под нужды пиара. То есть мы до конца, наверное, не узнаем, но в ближайшее, по крайней мере, время, как это все обстояло. Но вот дырок в той плотине не счесть, как пел Гребенщуков, в том смысле, что есть очень много вопросов, на которые нет здравого ответа. Начиная с происхождения этих гранат, заканчивая странным поведением спецслужб, когда человек на пустой дороге не был нейтрализован всеми возможными способами. Ну, и кончая вот этой вот клоунадой с приездом Хабирова. То есть вопросов слишком много, чтобы эта история вообще казалась правдоподобной. Ну, мы уже немножко возвращаемся. Сейчас вот финал этой истории, финал трагический. И в том смысле, что сейчас, конечно, начнется тоже всплеск некой конспирологии. В моем телеграм-канале, ну, обсуждая вот эту историю, люди уже начали предполагать, что там его ликвидировали, что там, значит, он там что-то, может быть, мог сказать, рассказать, и прочее, прочее. Но это абсолютно ничем не обоснованные предположения. То есть мы можем так предполагать, можем не предполагать. У нас нет никаких данных для этого. Потому, ну, я все-таки стараюсь воздерживаться от необоснованных предположений или тем более необоснованных выводов. Поживем-видим, как говорится.